Уважаемые казахстанцы, дорогие соотечественники! Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь. Как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Прочедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти прогромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах матформации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Хасмужамарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Хасмужамарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии Нур-Утан. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны. Всем известно, что я 30 лет, не покладая рук, работал во имя нашей Родины. Мы укрепили ее границы. Мы проводили прогрессивные реформы. Мы вместе построили независимый Казахстан. Добились больших результатов в социально-экономическом развитии. Стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ. Казахстан стал узнаваемым, авторитетным государством в мировом сообществе. Это все результат сплоченности и единства всех казахстанцев. Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти неприходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. И эту программу нужно поддержать. Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья и благополучия. Благодарю вас за поддержку моего курса реформ и модернизации, которые я проводил, находясь на посту главы государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Егорова